Народы Польши и Украины могут примириться, если Киев признает правду о Волынской резне. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моровицкий написал в Твиттер. Есть такие преступления, для описания которых не хватает слов даже после 75 лет. Память о жертвах Волыни не стереть, ответственность за преступления пересмотрена быть не может. Примирение народа в Польше и Украине может зиждеться только на признании полной правды об этих жутких временах, пояснен. 8 июля президент Украины Петр Порошенко предложил Польше наладить дружественные отношения. Об этом он заявил в ходе церемонии памяти жертв украинско-польского конфликта 1943-1944 годов в Волынской резне в селе Гончий Брод. Украина и Польша должны быть дружественными, чтобы не победила третья сторона, которая только этого и ждет, сказал он. Украинский лидер также призвал вывести тему Волынской резни из политического дискурса. Двух стран политики не должны спекулировать историей. История принадлежит историкам, а политика – политикам, сказал Порошенко. Отношения Украины и Польши обострились в феврале этого года после того, как польский сенат принял закон об институте национальной памяти, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом в преступлениях против поляков в период с 1925 по 1950 год, в том числе в Волынской резне, закон вызвал недовольство и в США, а в Израиле его сочли ограничением свободы дискуссии о преступлениях нацистов против евреев. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся. Продолжение следует...